Вот и настал последний день перед операцией, завтра она уже состоится. Я постараюсь не волноваться, я постараюсь отнестись к этому как к должному моменту, просто пережить и все. Всем привет, я Элли Ди, со мной мой кролик Лизун, и сегодня у нас день перед операцией Лизуна. Я знаю, вы сейчас в шоке от такой новости, но сейчас я вам обо всем расскажу. Подписывайся на мой канал, чтобы не пропускать новые видео, а мы начинаем. Сейчас я сижу в вольере у Лизуна, сегодня последний день перед операцией, она будет завтра. Как вы знаете, Лизун и Эльза, мой старший кролик, еще не знакомы. И перед тем, как их познакомить, я решила проконсультироваться у ротолога, у ветеринара, который непосредственно лечит грызунов и кроликов. Я надеялась, что он даст мне какие-то советы, и я повезла Лизуна на прием к ротологу, к тому самому, который оперировал Эльзу. После разговора с ротологом я поняла, что для того, чтобы два кролика жили вместе, и причем именно кролики, которые живут не с самого начала, не с самого детства, а после знакомства, чтобы они жили мирно и дружелюбно, кролики должны быть кастрированы. Если, конечно, вы не собираетесь разводить крольчат, которые могут появляться у кроликов чуть ли не каждые три месяца, и в помете по пять штук минимум, конечно, я на такое просто-напросто не готова. Это, ну, наверное, было бы жестоко по отношению к самим крольчатам заводить их, а потом не обеспечить им должные условия. То есть тут, как у собак, нельзя делать так, чтобы один раз родились, и все, и потом взять их и кастрировать. Нет, так нельзя делать, нужно либо кастрировать, либо позволять кроликам размножаться постоянно, как вот это вот естественной природе, и было бы им свойственно. Но, если кроликов не кастрировать и пытаться их познакомить, в ситуации, как у нас, то есть, когда есть старший кролик, тем более девочка, и мы пытаемся поселить к нему нового кролика-парня, то Эльза может просто агрессивно отнестись к лизуну, когда он начнет к ней проявлять внимание, как самец, к самке. Именно это мне и сказал врач, причем он рассказал страшные истории о том, как к нему в срочном порядке приносили самцов-кроликов, у которых были разорваны, ну, так скажем, мужские органы, просто оторваны крольчихами в процессе знакомства. То есть это погоня, визги, писки, пух, иногда и порванные уши, и так далее. Мы вот считали, что если они познакомятся и сцепятся, что советуют не разнимать их, чтобы они наладили свои отношения, там. Вот до какого момента стоит терпеть? Когда вмешиваться? В какой момент не то? Не знаю, какие-то фашистские форумы. Ну, так, шучу, конечно, да, но не надо их, этот, с первой это лучше, потому что это действительно, Каминскую карасну, это два мальчика чаще было, но девушки могут точно так же, они гоняются друг за другом и стремятся отключить эти самые собственные места. Приносили зайцев, которых на канатиках это все волоквость, так они просто на шонку оторвали, буквально. То есть поэтому это может длиться до полного, соответственно, когда клочки шерсти летят, это порванные там, по вкусу порванные уши, а когда это остановится, как или нет, я не знаю, что они там выяснят, Ну, вообще, это прям моментально. Я была в таком шоке, если честно, и да, я поняла, что нужно кастрировать кроликов, и это будет более правильно, это будет более гуманно по отношению к ним, и это увеличит шансы на то, что Эльза и Лизун будут жить друг с другом мирно, и будут просто обожать друг друга. Вот как он себя сейчас лижет, я хочу, чтобы он также влизывал Эльзу. Конечно, если бы Эльза и Лизун были из одного помета, я бы сразу взяла двух маленьких крольчат, таких проблем бы не возникло, тогда кролики с детства, приученные друг к другу, очень хорошо друг с другом ладят. Ну, а когда получилось именно так, вот как получилось у меня, то уже ничего с этим не сделаешь. Поэтому завтра кролику-лизуну предстоит операция. Давайте я коротко расскажу, как нужно правильно знакомить кроликов, и с чем столкнулась я. Для того, чтобы успешно познакомить двух кроликов, которые изначально не вместе росли, нужно их сначала рассадить, пока один из кроликов не подрастет до того уровня, чтобы он, если что, мог постоять за себя, и чтобы они были примерно в одной весовой категории. Кролики у меня живут отдельно. На данный момент у каждого свой вольер просторный, в разных комнатах, и они друг с другом не контактируют вообще. Они даже друг друга не видят, и в одном из прошлых видео я показывала вот эти коробки от вольеров, которыми мы закрыли, вид на ту комнату, где живет Эльза. То есть они вообще не должны никак контактировать. А затем знакомство будет происходить на нейтральной территории. То есть это должна быть какая-то комната или помещение, где ни разу не был ни Лизун, ни Эльза. И там они встретятся. Это должно быть просторное помещение. И я думаю до сих пор, где бы мне это все потом провести. Но перед этим будет предшествовать именно кастрация Лизуна, и после операционный период реабилитация пару недель хотя бы. У кроликов знакомство очень сложно. Если, допустим, я бы хотела взять девочку, то шанс, что они бы подружились, был бы очень низкий. Две самки друг с другом очень редко уживаются, если они, опять же, не жили вместе с самого детства. Два кастрированных самца, в принципе, уживаются, но тоже не всегда. И более идеальным вариантом считается именно пара самка-самец, и оба кастрированы. Причем, на самом деле, лучше к самцу подсаживать новую самочку, нежели чем наоборот, как у нас. Но уж у нас как получилось, так получилось. Главное теперь не допустить никаких ошибок и сделать все, чтобы кролички правильно познакомились. И самое главное, мы взяли Лизуна сразу, как только это было возможным, когда он был очень-очень маленьким, для того, чтобы все то время до знакомства с Эльзой у нас была возможность правильно воспитать Лизуна. И сделать его ни пугливым, ни агрессивным, чтобы он, ну, реально был домашним, декоративный такой вот питомец, который ничего не боится, не боится рук, и при этом он должен быть дружелюбным. То есть мы все это время занимались, и мы его дрессировали, об этом я снимала ролик на канале Элли Ди Пэтс. Каждый божий день мы с ним проводили время в этом вольере, пытались сделать все, чтобы Лизун до момента знакомства с Эльзой вот получился именно такой, какого мы хотели, кролика. И чтобы он был максимально добрым, терпеливым, потому что его еще знакомятся с Эльзой, и кто знает, вообще самки кроликов, они более своенравные, они более территориальные, и они, ну, как бы даже, можно сказать, что дручуны еще те. То есть если я сейчас Лизуна принесу в вольер к Эльзе, то она нападет на него 100%, она его запомнит по запаху и будет ненавидеть до конца своих дней. И это не шутка, ребята! И, конечно, так как я этого не хочу делать, я стараюсь придерживаться всех основных правил. Вот и настал последний день перед операцией, завтра она уже состоится, и я придерживаюсь всех рекомендаций, которые нам дал оратолог, а именно сутки перед операцией кролика нельзя кормить ничем, кроме сена, то есть даю только-только сено и воду. И завтра еще с собой надо будет брать, помимо самого кролика переноски, еще и сена. Наркоз будет у Лизуна газовый. Это самый щадящий вид наркоза для кроликов, который очень просто дозируется, и там очень сложно, как бы, ошибиться с дозировкой. То есть это наиболее безопасный. На операции будет присутствовать сам ротолог, анестезиолог, и, скорее всего, я заберу Лизуна, когда он уже придет с себя. То есть за ним будут наблюдать еще даже после того, как он, ну, как бы, все это произойдет, вся операция. В среднем эта операция у самцов длится не так долго, как у самок, так как у самок это полостная операция, но все же она проходит под общим наркозом. Мне опять придется подписывать эту бумажку о том, что я согласна и не имею претензий, если что-то случится с кроликом. Это обязательная процедура, к сожалению, потому что смертность у кроликов во время хирургических вмешательств, скажем так, она не супервысокая, но она чуть выше, чем у других домашних животных при аналогичных операциях, связанных с кастрацией. Врач будет опытный. Я ему доверила кролика Эльзу, когда у Эльзы была грыжа огромная. Второй врач, который оперировал, первая операция была неудачна у первых врачей, к которым я, конечно же, не понесу, Лизуна, ни в коем случае. Конечно, я отнесу к тому специалисту, который все сделал правильно, и с Эльзой сейчас все хорошо. Я постараюсь не волноваться, я постараюсь отнестись к этому как к должному моменту, просто пережить и все. Но, тем не менее, каждый раз, когда просто даже несешь питомца к ветеринару, там, ну, что-то случилось, или кажется, что что-то случилось, я каждый раз очень сильно волнуюсь, потому что, наверное, понимаешь, что у питомцев не такая длинная жизнь, как у людей, и, я не знаю, каждый день жизни с животным это уже дорогого стоит. Лизун, у тебя сено вот здесь, слышишь? Момент операции я, конечно, снимать не буду, потому что это отвлекает врачей, главное, чтобы все прошло хорошо, но как только кролик будет у меня, и мне его отдадут, я, конечно, сниму видео, и расскажу о том, как все прошло. Лизун, завтра с собой возьмем этот пакет сена, чтобы тебе было вдоволево хватило. Операция уже близко, надо пораньше лечь и спать, чтобы завтра утром проснуться бодренькой. Подписывайся на мой канал, чтобы не пропускать новые видео, и увидимся в новых роликах. Со здоровым кроликом!